Сочи начинаем, конечно. Давно мы не видели таких апокалиптических кадров. Давно стихия не бушевала так, что целый город оказался в настоящей транспортной блокаде. Не въехать, не выехать и даже не вылететь из Сочи. Весь день не было почти никакой возможности. Вода повсюду. Залиты железнодорожное полотно и посадочные полосы аэропорта. Передвижение по дорогам вплавь и только так. И еще городу движется смерч в довесок ко всему. Продолжение следует... Продолжение следует... Понятно, сколько еще нужно времени и сил, чтобы обследовать огромный город, который стихия на день сделала неуправляемым. Теперь ему зализывать раны, а считать убытки рано пока. С нами на связи Татьяна Кобзаренко, руководитель пресс-службы управления МЧС России по Краснодарскому краю. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Можно ли говорить, что период спасательных работ завершился и сейчас уже время восстанавливать разрушено? А вот аэропорт заработал ли и как с железнодорожным сообщением, которое сегодня было прервано? Добрый вечер. Я хочу успокоить всех граждан России. Движение полностью на ЖД, вокзале и аэропорт восстановлено. Все они работают в штатном режиме. Хочу сказать, что к ликвидации последствий дождевого паводка было привлечено более 1700 человек, более 500 единиц техники. От МЧС более 500 человек и более 100 единиц техники. Дополнительно направлены специалисты Донского спасательного центра. Это 80 человек и 20 единиц техники. Конечно, необходимо отметить, что самая сложная обстановка сложилась в поселке Мирном. Остаются подтопленными 39 домовладений и около 400 придворовых территорий. Татьяна Михайловна, а есть ли данные о числе пострадавших? Вообще есть ли такие люди? И если эвакуация все-таки была, которая была объявлена, где эти люди эвакуированные будут ночевать сегодня? Ну, те, которым пришлось покинуть дома. Вы знаете, я хочу отметить, что пожарно-спасательными подразделениями люди эвакуировались на возвышенности, то есть когда вода стала поступать, людей эвакуировали. Но в настоящее время население отказывается эвакуироваться, они хотят покидать своих домовладений. Работает пожарно-спасательная техника, то есть оказывается всесторонняя помощь. У нас работает телефон доверия, принимается адрес на заявки и активно проводится работа по откачке воды из этих домовладений. Также работают комиссии по оценке причиненного ущерба. И эта цифра скоро выяснится. А общая сумма причиненного данным поводком дождевым будет подкорректирована. Она скоро будет окончательно известна. Спасибо, с нами на связи. Из Сочи была Татьяна Кобзаренко, руководитель пресс-службы управления МЧС России по Краснодарскому краю. Итак, Сочи, которому в эти дни положено принимать курортников, пришлось отдыхающих спасать. Причем приезжие погружались в печальную реальность своего отпуска буквально с первого шага. Ливни вывели из строя аэропорт и железную дорогу. О дорогах автомобильных говорить нечего. Реки, название, которое больше им сегодня подходило. Спасаться от большой воды в Сочи этим утром пришлось на крышах гаражей или домов. Из-за дождя, который не переставая льет здесь уже сутки, улицы города превратились в бурлящие реки. Девушка, девушка! Быстрее! Сюда! Вода сносила все на своем пути, особенно сильно. От потоков пострадал Адлерский район. Затопило и дома, и автомобили. Плавь пошли. Вода с улиц Адлера не ушла даже к вечеру. Затоплено все. Дворы, дома, автомобили. Нет света и газа. По всей видимости, ночевать людям придется при свечах и на вторых этажах. Многих, кто в этот день отправился по туристическим маршрутам в горы, пришлось эвакуировать спасателям. Как и одного из жителей, едва не утонувшего в собственной машине. Из-за заклинившей двери он едва выбрался из авто до того, как вода достигла уровня крыши. Оттягивай! 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 Подожди, подожди, подожди. Из-за стихии в двух районах Сочи власти были вынуждены объявить режим ЧАЭС. На городских улицах и сейчас работают четыре подразделения МЧС. На помощь прибыли спасатели из Туапсе, Геленджика и Новороссийска. Добро пожаловать в Сочи! Многокилометровые заторы к вечеру удалось ликвидировать. А вот авиасообщение нарушено до сих пор. Грозовой фронт задержал в аэропорту Сочи около тысячи человек. Три самолета, летевших на курорт из Москвы и один из Магнитогорска, пришлось посадить в других городах. Ну а тех, кому все же удалось долететь до Сочи, аэропорт встретил вот такой картиной. Воды по колено. Там бордюр, осторожно, осторожно. Бордюр, бордюр, бордюр. Оп, я же предупредил вас. К вечеру между центром Сочи и Адлером перестал ходить и железнодорожный транспорт. Восстановить движение обещают к полуночи. Больше всего в МЧС сейчас опасаются того, что горные реки выйдут из своих берегов. А в Сочи их, как и по всей Кубани, немало. К примеру, эта хоста поднимается буквально на наших глазах сантиметр за сантиметром, отвоевывая территорию у суши. Нервничать непогода заставила и энергетиков. Одну из подстанций, обеспечивающих электричеством часть Адлерского района, им пришлось отключить из-за прибывающей воды. Нарушено и газоснабжение. На одной из улиц произошел порыв трубы. Вот это фонтан бьет, это газ. Жители близлежащих домов эвакуировали на время ремонта. Залезь на крышу! Штормовое предупреждение, объявленное накануне на Черноморском побережье, сегодня продлили до завтрашнего дня. И улучшения погоды в ближайшее время ждать не приходится. Синоптики обещают дожди в регионе до начала июля. Поступают сообщения об угрозе возникновения смерчей. Ситуация остается крайне напряженной, а ведь ждали сегодня в Сочи не потопа, а гастролей французского театра с водным шоу. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Василий Голованчук, Михаил Кусов, Михаил Киртоки и Светлана Пашкова. Вести Сочи. И что в эту секунду творится в городе, который в одночасье ушел под воду, спросим у жителя города-курорта. С нами на связи Анатолий Андросов, житель города Сочи. Анатолий Валерьевич, здравствуйте. Что-то подобное Сочи переживал уже два года назад, но тогда осенью дело было сейчас страшнее, чем вот в 2013 году. В этом городе я живу с 1958 года, я здесь родился. Так я вам скажу, такой город переживал очень часто. Каждое лето два-три раза за сезон. Наш город – это субтропики, это субтропический дождь. Ничего необычного в этом дожде не было. Он такой был всегда. Анатолий Валерьевич, ну сейчас вода где еще стоит? Ушла она из центра? Вода быстро уходит. Люди себе устроили катастрофу, ловушки устроили, реки, где выходили в море, они загорожены чем-то. Анатолий Валерьевич, ну мы видели картинку, увидели сюжет, что людей спасали буквально десятками, кого-то с помощью кранов, кого-то высарапывали из машин. Вам доводилось видеть такую картину? Давайте скажу так. Я был сегодня в центре города. Ну одну вещь, вы, наверное, помните, город Сочи, 147 километров вдоль побережья. Четыре района города. Я был в центральном. Была в центральном районе довольно сносная ситуация. Вода уходила, работала, почти все работало. В пяти местах видел, что не справляется ливневка и выбивает воду фонтаном. Прям гейзеры были в городе. Но это буквально в пяти местах. Очень хорошо службы работали. Полиция великолепно организовала. Стоят в костюмах, дождь, мокнут, разруливают ситуацию. МЧСники видел, как работают. Супер. Мы передаем спасибо нашим службам города. Очень здорово работали. Что сейчас с электроэнергией? Действительно, свечами запасаться приходится? В некоторых микрорайонах нет электроэнергии. В некоторых микрорайонах. Так в основном свет есть. И все функционирует. И уже почти все закончилось. Не знаю, может быть, еще будет. Но, в принципе, сейчас угрозы никакой уже нет. Но то, что еще будет, синоптики обещают, по крайней мере, с утра. Скажите, пожалуйста, как готовитесь к возможным новым подтоплениям? Люди в горы не перебираются повыше, чтобы спастись? Ну, машины хотя бы спасти? Ну, конечно. Конечно. Тот, у кого в низинах машина. Я сегодня попал в такую ситуацию, думал, не успею. Но смог выехать. Очень нас спасла наша дорога новая. Дублер курортного проспекта. Он находится на высоте. На него можно заехать и там спокойно переждать непогоду. То есть какая картина? Люди сейчас облепили горы и ждут нового наступления воды? Ну, не ждут. Нет такого. Вот там те места, которые подтопило, действительно, Кудепста, там, в Адлере местами, там, наверное, народ ждет. А так в центральный район, там, Лазаревский, нет таких проблем. Вода уходит. У нас же горы. Дождь пролил, ну, был поток. Но он же весь море ушел. Все слило, все, нету этой воды уже. В общем, город в себя приходит понемногу. Ну, да, город приходит в себя понемногу. Спасибо, с нами на связи. Сочи был житель этого города-курорта Анатолий Валерьевич Андросов. И мы говорили о том, что Сочи пережил очередной удар стихии и понемногу приходит в себя, но ждет, возможно, новой атаки. Ну, а будет ли эта атака, и если будет, то насколько мощной? Спросим у метеоролога, кандидата географических наук Екатерины Григоровой. Катя, здравствуй. Вот пугали сочицев сегодня надвигающимся смерчем. Большая вероятность того, что еще и такое бедствие ждет горожан, и предстоит его им пережить. Смерчи над акваторией Черного моря явление нередкое, но, как правило, они наблюдаются в конце июля-августе, когда земля прогрета максимально, возникает большой контраст между температурой над морем и на побережье. Обычно до суши смерчи не добираются. Когда воронка достигает воды, она начинает втягивать воду внутрь себя, движение вихри затормаживается, он разрушается. Вероятность того, что сейчас смерч может выйти на берег, крайне мала. Хотя полностью исключить такую возможность, наверное, нельзя. Ситуация все-таки не совсем обычная. Кать, ну удар сегодняшний был мощным. Последствия видели, конечно. Можно выдохнуть сочинцам и гостям города или готовиться к следующей атаке? Сразу погода не наладится. Дело в том, что циклон, с которым связан этот разгул стихии, с востока блокирует мощный антициклон. Область высокого давления. И более того, он поставляет в регион раскаленный воздух из среднеазиатских пустынь. Это увеличивает температурный контраст в зоне атмосферного фронта, что в свою очередь позволяет грозовым облакам расти и становиться сильнее. К сожалению, невозможно точно предсказать, в какой конкретно точке прольется самый сильный дождь. Даже сегодняшняя карта осадков напоминает мозаику. Пятна экстремальных ливней соседствуют с районами, где с неба не пролилось практически ни капли. Здесь вот на карте были обозначены места, где сформировались наиболее мощные кучево-дождевые облака, так называемые суперячейки. Они достигают высоты полутора десятков километров. И именно они становятся причиной ливней и шквалов. По нашим расчетам, в Сочи завтра может выпасть еще не менее 20 миллиметров осадков. Только в воскресенье станет немного спокойнее, хотя и завтра, и послезавтра, и в понедельник возможен кратковременный дождь. По-настоящему погода должна наладиться только ко вторнику. Будет плюс 30 и по нашим расчетам уже без осадков. Катя, с нами на связи только что был человек, который в Сочи больше полувека живет, по-моему. Так вот он сказал, что подобные ненасти – это привычное дело для города. Это на самом деле так. И получается, дождь – это стихийное бедствие для Сочи по определению. Ведь так в итоге? Вы знаете, такого здесь еще не было. Дожди ведь бывают разные. Причиной подтопления действительно становятся ливни, во время которых выпадает более 30 миллиметров осадков за сутки. В прошлом летом их было 5. В середине июля 2014-го выпало 95 миллиметров дождя. Но такого, как сейчас, не было ни разу за всю историю метеонаблюдений. Цифры шокируют. В Туапсе – 72 миллиметра осадков, в Керчи – 121, в Адлере – 212. Здесь установлен абсолютный рекорд. Что-то похожее было в Сочи в 1988 году. Тогда выпало 135 миллиметров осадков. Реки тоже выходили из берегов, смывая все на своем пути. Наверное, этот дождь хорошо запомнился местным жителям. Но, повторю, такого ливня, как сейчас, здесь еще не видели. Спасибо. Екатерина Григорова, метеоролог, была с нами на связи с подробностями и прогнозами, чего ждать сочинцам в ближайшее время. Аминь. 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 Аминь.